Девушки отдыхают Для GTA Online появился новый режим Every Bullet Counts. Итак, четыре игрока оказываются в одном из закрытых помещений, например, в поместье Майкла или в ночном клубе, где задача каждого из них — выжить, имея в запасе лишь две пули. Отстрелявшись, можно будет использовать топорик, мачете или два своих бесконечных кулака. Стычки между игроками окажутся неизбежными, потому как долгие прятки в укрытиях не пойдут на пользу. Стоит замереть лишь на 5 секунд, и на радарах противников сразу же загорится индикатор вашего местоположения. Новый Adversary Mode абсолютно бесплатен и уже доступен для игры на ПК, PS4 и Xbox One. Для вашего удобства все четыре карты расположились в плейлисте «Избранные». И пока вы там считаете патроны, отвлеку вас новостью о том, как хорошо аналитики подсчитали затраты крупных игроделов на рекламу в телевизоре. У нас такое нечасто увидишь, но в Штатах и Европе, не говоря уже о Японии, рекламные ролики игровых новинок нередко крутят по кабельному, призывая очередную домохозяйку окунуться в мир, скажем, постапокалиптического экшена, если той вдруг недостаточно того, что она видит в комнате своего сына. Итак, аналитические результаты показали, что компания Activision раскошелилась на почти 20 миллионов долларов за ноябрь месяц для знакомства населения с Black Ops 3, Guitar Hero Live и Destiny. На втором месте оказалась Bethesda, отдавшая телевизионным каналам 14 миллионов долларов на то, чтобы сидящие у телека прикупили Fallout 4 в каком-нибудь сервисе дистрибуции, надеясь на такой изумительный графон. Далее по списку идет Electronic Arts и ее Battlefront, Ubisoft с Rainbow Six Siege и Assassin's Creed Syndicate, а также Nintendo, коммершиалы которой крутили в основном на детских каналах. А Night Dive Studios, например, не рекламирует свое новое творение вовсе, прибегнув к более загадочным и интригующим методам. Сначала она объявила о ремейке оригинальной игры 1994 года и показала несколько скриншотов. Модернизировать старый боевичок System Shock взялась Other Side Entertainment, где трудятся разработчики из Looking Glass Studio, то есть те же самые, что делали и оригинал. В качестве консультантов они сейчас там или полноценных девелоперов точно неизвестно, как, собственно, и дата выхода переиздания. Однако на просторах интернета появилась страница с анонсом System Shock 3 и еще одна, которая как бы намекает, но уже с надписью гласящей «Ты что, жалкое существо, решил взломать меня?» и таймером, который достигнет отметки 0.14 декабря. Есть вероятность, что в понедельник мы увидим трейлер, а то и целую игру старой доброй серии. Тем временем CD Projekt Red сильно подзарядилась, отхватив высшие награды The Game Awards 2015 и решила передать немного положительных эмоций своим поклонникам. Последняя DLC под названием Blood and Wine – Кровь и Вино находится в разработке, причем, судя по демонстрационным скриншотам, совсем не на ранней стадии. Огроменный замок Боклер и прилегающее герцогство Тусент даст возможность Геральту из Ривии отправиться в странствие на еще минимум 20 часов. Точная дата пока не уточняется, но ожидать дополнения стоит в первой половине следующего года. Жмите лайк, если ждете, не дождетесь еще одной встречи с Фрингильей. Чем же займутся поляки в 2016-м, если с Ведьмаком уже вроде как покончено? По некоторым данным, CD Projekt Red планирует выпустить свою новую sci-fi RPG Cyberpunk 2077 не в 2017-м, как было заявлено, а уже в конце 2016-го года. Вот это да! Нехило так вдохновились ребята. Пишите в комментах, чего вы больше ждете – Cyberpunk или Detroit. Между тем, Codemasters, щедро распродав все свои творения на Humble Bundle, подзаправилась и вывезла Dirt Rally из раннего доступа на полноценную трассу, да еще и компьютерную. И это в сегодняшних реалиях звучит невероятно, но консольные версии выйдут позже – лишь 5 апреля в следующем году. В отличие от предыдущих Dirt'ов, Rally делает акцент больше на симулятор, нежели на аркаду. До 14 декабря ее можно взять в Стиме с 15% скидкой за 850 рублей. Отзывы на страницы очень положительные, поэтому берите и гоняйте на полной скорости. А если 60 км в час для вас предел, то обратите внимание на Bus Simulator 16, где на автобусе вы сможете ездить по различным маршрутам, создавать свое расписание движения и даже руководить целой компанией. Ремонтируйте автобус, открывайте двери, закрывайте двери – и всего за 449 рублей. Но чего так мало-то? Одна только анимация этого чувака тянет на 600. Ну и на этом все, дамы и господа. В сеть попали фотографии со съемок фильма Assassin's Creed с Майклом Фассбендером, которые можно посмотреть по ссылке в описании. А с вами был Даур Авитсба и Stop Game.ru